Очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в зале администрации района. Прошло оно под председательством Заура Хамирзова. В главе района первым был представлен доклад об оперативной обстановке с пожарами и усилении пожарной безопасности в муниципальном образовании в текущем году. С начала 23-го года на территории района за высокую температуру воздуха ослабилась пожарная опасность 4-го и 5-го класса. В результате члены зарегистрированы 46 пожаров на уличный период прошлого года, 12-го, из них природных пожаров 24, а в округе всего-навсего 3 пожара. В причине значительного роста послужили метеорологические явления и нарушения отребованной пожарной безопасности населения, а также несвоевременные очистки территории муниципалитета. С целью снижения уровня пожарной опасности имеется необходимость принятия комплексомер, направленных на минимизацию возникновения природных пожаров, таких как дополнительно информированное население о соблюдении требований пожарной безопасности, о заберете сжигания сухой коронавирусной растительности, а также листвы и иных отходов материалов или изданий, кроме не способов установленных органами местного самоуправления в сельских поселениях. В случае выявления нарушений дополнительных данных требований, предоставлять информацию в отделе зонной деятельности по прибытической работе по Ягинскому и Кашкабурскому району. В своем выступлении руководитель района рекомендовал провести встречи со всеми главами крестьянско-фермерских хозяйств и под роспись довести до них требования законодательства Российской Федерации о запрете выжигания пожневных остатков. На совещании был рассмотрен вопрос о наличии и состоянии источников противопожарного водоснабжения в районе и мерах по совершенствованию системы предупреждения и тушения природных пожаров. Обсудив данный вопрос повестки дня, главам поселений было рекомендовано совместно с эксплуатирующими водопроводные сети организациями привести в работоспособное состояние все противопожарные гидранты, требующие ремонта. Начальник отдела по делам ГОИЧС Николай Зверев довел до сведения присутствующих об изменениях в оказании финансовой помощи населению, пострадавшему от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера. Сейчас, в соответствии с поручением президента Российской Федерации, вот этот процесс предоставления материальной помощи в связи с ЧАЭС должен осуществляться в электронном виде. Что это из себя, как это из себя. Те заявления, которые мы принимали от граждан в письменном виде, сейчас они должны подаваться по трем направлениям. Значит, либо через МФЦ, либо через администрацию района, через государственный портал сервисов, либо через госуслуги по телефону. Значит, все остальные проверка документов, паспортные данные, свидетельства о рождении, все это идет автоматически в электронном виде, вот этот через портал государственных серверов. На этом работа комиссии была завершена.